Какая понравилась? Одна или вторая? Круглая или квадратная? Но расстояние между камнями и там открытая конвекция, снять эту воронку. И вот в этом месте мы будем еще такую окантовку делать. Я думаю, что будет смотреться вообще обалденно, как Руслан говорит, Black Edition. Просто взял, за полчаса собрал и пошел уже париться. Друзья, всем привет! С вами канал Живая Русская Баня. Меня зовут Владимир Ефремов. И я прям держался, я прям терпел. Меня прям на телефоне уже отправить и не отправлял, не показывал вам. Но несколько раз уже говорил о том, что мы начинаем делать тюнинг ателье печей у Слада. И сейчас мы сделали облицовки. У меня уже фотографии в телефоне были, но хотелось доделать их до конца и показать вам, как будет выглядеть эта облицовка. Вот первые две облицовки мы уже сделали. Сейчас зайдем, я их вам буду показывать. Посмотрите, как они выглядят. Напишите сразу же в комментариях свое мнение, как увидите, какая понравилась. Одна или вторая? Круглая или квадратная облицовка? Сейчас зайдем, я все вам покажу. Но у меня прям держался, не показывал до того момента, пока мы их не выставим и не начнем это видео снимать. Так что пойдемте ближе к облицовкам, я вам их покажу. Погнали! Первые две облицовки мы сделали из змеевика. Обе облицовки из змеевика, только они по виду разные. Одна квадратная, другая круглая. В дальнейшем еще будут облицовки, ну из камня понятно, из разного камня. Один из камней будет вот такой вот пероксинит черный. Обалденно будет смотреться. И еще будут облицовки из кирпича. Из кирпича у нас там тоже задумки прям. Облицовки шикарно будут смотреться, но я вам их тоже пока показывать не буду. Пока вот мы так же их не сделаем и не сможем презентовать, показывать, как она в итоге будет выглядеть. По моему мнению, я это всем не навязываю, но по моему мнению, что печка должна быть теплоаккумулирующая. Чтобы у нее каменка нагревалась до высоких температур, 400-500 градусов, чтобы заряд там был мощный. Чтобы каменка была не из черного металла. Я видел, что происходит с каменками, с внутренними, из черного металла. Поэтому каменка, либо чугун. Тут многие могут поспорить, что чугун тоже ржавеет. У меня не было такого опыта. Я не видел, чтобы чугун ржавел. Но я видел, когда в закрытой каменке лежали чугунные шишки. И сама каменка была из черного металла. Чугунные шишки оставались, как и прежде. Вот с ними вообще ничего не происходило. На них даже ржавчины не было. А каменка из черного металла, она начинала давать окалину. И там были прям вот так вот горсти окалины. Если каменка открытая, это все смывается водой. А когда каменка закрытая, она остается внутри и пылит потом у вас вовнутрь парного помещения. Как уже сказал, печка должна быть теплоаккумулирующая, чтобы у нее был вот такой вот большой массив камня. Чтобы эта печка, нагревшись, могла в дальнейшем просушить ваше парное помещение. Она должна быть красивой, чтобы на нее было приятно любоваться. И должна быть закрытая конвекция. Чтобы не перегрывать парное помещение, вы должны регулировать конвекцию. Когда нужно открыть, и чтобы к вам в парное помещение пришел жар. Когда не нужно этого жара прикрыть, и чтобы парное помещение не перегревалось. Но чтобы от печки шло вот это вот мягкое тепло, как от кирпичной печи у бабушки в деревне. Чтобы вы садились напротив этой печки и грелись мягким теплом. А не обжигались вот этим вот жаром, который идет от металлической печи. И мы сделали две облицовки. У некоторых производителей тоже есть облицовки. Но обращайте внимание, как сделаны эти облицовки. Какая толщина камня на этих облицовках. Потому что если мы закрываем камнем, камень должен быть массивный. Вот эти вот две облицовки мы сделали из тридцатки, из трехсантиметрового змеевика. Можем сделать из четырехсантиметрового змеевика. Четыре сантиметра будет. Еще больше масса будет вот этого вот камня. И нет ли открытой конвекции даже с облицовкой. У некоторых печей есть каменная облицовка. Но расстояние между камнями и там открытая конвекция. Там облицовка выполняет роль просто красоты. Но у нее нет функции закрытия конвекции. Чтобы печка не конвектировала постоянно. Как уже сказал, здесь у нас змеевик 30 миллиметров толщиной. Одну облицовку мы сделали классическую, квадратную. Одну облицовку сделали ламелями. Вот такую вот круглую. Посмотрите как классно она смотрится. Обалденно. Мне очень нравится. Мы сделали вот по этому вот кругу 14 граней. То место, которое примыкает к порталу уже, оно сделано прямым. А вот это вот место, оно прям смотрите, кругленькое. С небольшими углами. И каждая панель друг к другу подрезана под определенным углом. Чтобы они максимально плотно друг к другу прижимались. Чтобы вот здесь вот нигде не было конвекции. Вот в этих местах. Видите как они плотно друг к другу встают. Сделали обе печки на ножках. У нас и у этой печи есть приход воздуха снизу под печь. И у этой печи есть приход воздуха снизу под печь. Чтобы при необходимости можно было открыть конвекцию. Воздух у нас будет поступать в парном помещении под печь. Допустим когда вы перекрыли приход воздуха. Ну для вентиляции басту. Снизу шибер закрыли. Но нам нужно зациркулировать воздух внутри парного помещения. Соответственно шибер нижний перекрыли. Но у нас будет конвекция внутри парного помещения. И будет парное помещение на старте прогревать. А чтобы она прогревала. Мы сделали вот такие вот дверки. Я не знаю как их назвать. Крышки. Изначально я их когда-то увидел. На печах наверное из истим первый раз я увидел. У нас с одной стороны конвекционные прорези. Отверстия которые при необходимости перекрываются. И на противоположной стороне тоже такие же. И здесь тоже такие же конвекционные продыхи. При необходимости мы их открыли. У нас пошла конвекция в парное помещение. Если нам нужно закрыть ее. И больше не перегревать парное помещение. Мы их закрыли. И конвекция сразу же оградилась. Вот эта воронка. Когда она стояла на печке сетки. Ну у Слады. На обычной сетке. Которая идет. Здесь кстати обе печи. Это у Слада 20. Это не у Слада 20С. 20С это в сетке. А это у Слада 20. Которая сразу же идет без сетки. На нее поставили вот эту вот воронку. Которая идет с фильтром. По поводу этой воронки я наверное отдельно видео сниму. Хотя на канале Добростали обзор этой воронки уже есть. Кому не нужно. Могут снять эту воронку. И вот в этом месте мы будем еще такую окантовку делать. С крышечкой. С крышечкой из нержавейки. А может быть даже из камня. Чтобы ее можно было снять. И как я говорю. Херакнуть прям туда. Мощно ковшом воды. Чтобы вода сразу же попадала на камни. Либо поставить вот такую вот вороночку. Но мне кажется смотрится шикарно. У этой печи. У квадратной облицовки. Мы сделали первый ряд только. Облицовки по трубу. Этих рядов может быть сколько угодно. По высоте. Какую вам нужно. Кто-то может до потолка захочет ее сделать. Можно ее до потолка поднять. У этой печи. Еще просто пока не сделали. Но здесь будут такими же ламелями. На самой трубе. Облицовка. Также круглая. Смотреться будет обалденно. Мы сейчас. Вот эту вот печку. Мы сначала. К Руслану в баню поставим. Усладу десятую. Усладу десятую. Поэкспериментируем. И потом поставим обратно. Усладу двадцатую. И поставим. Поставим вот эту облицовку. Сравним. Как было с сеткой. И как станет с облицовкой. С сеткой. Она все равно. У него парное помещение маленькое. Она немного перегревала парное помещение. За счет того, что сетка это все-таки мультирежимная печка. Она пытается постоянно выскочить в более высокие температуры. Когда она у нас будет в облицовке. Мы это сами сможем регулировать легко. Просто открытием и закрытием вот этих вот крышек. Открыли. Нагрели. Не нужно. Прикрыли. Как уже сказал. Здесь у нас змеевик. И в ближайшее время мы еще сделаем вот из такого темного камня. Я думаю, что будет смотреться вообще обалденно, как Руслан говорит. Black Edition. Будем еще делать гравировку на печах. Чтобы прям надпись была. Живая русская баня. Ну, либо вообще может быть гравировку какую-то индивидуальную под вас. Может быть вы свою фамилию захотите на печи сделать. Я думаю, что это тоже будет доступно. Печки эти уже можно заказывать. Точнее облицовки эти уже можно заказывать. Мы сейчас под эти облицовки. Вот чтобы печку с такой облицовкой установить у себя в баню. Нужно делать немного больше топочный канал по длине. Чтобы она у вас спокойно проходила через стену. И облицовка хорошо входила до стены в парном помещении. Вот мы себе под заказ будем заказывать печи с удлиненным топочным каналом. И будем людям изготавливать вот такие вот облицовки. Тестировать это конечно все дальше будем. Пока я вам только презентовать, показать хотел. Напишите свое мнение. Как вам? Как выглядит? Мне очень нравится. Некоторые могут сказать, да зачем мне эта облицовка? Я соберу из кирпича и будет то же самое мягкое тепло. Да не вопрос. Я согласен с этим. Поэтому мы и сделаем еще быстросборные облицовки из кирпича. Они обязательно будут. И будут выглядеть просто шикарно. Вот эти вот две облицовки мы собрали за 30 минут. Человек просто сам позвав жену, вот эту вот печку надо с женой собирать. Облицовку точнее с женой собирать. Чтобы один человек выставлял ламели, а второй их поддерживал. Потому что они фиксируются верхней плитой. Не только верхней плитой, там еще элемент крепления есть. Но сначала нужно ламели выставить и потом ее только закреплять. Но вот эти вот облицовки две мы собрали за полчаса. Соответственно человек не умея их собирать, облицовку у печи соберет за полчаса. Но даже если вы будете делать сами облицовку у печи из кирпича, имейте в виду, что обязательно нужно ее делать так, чтобы ее можно было разобрать. Потому что печку периодически нужно обслужить, почистить. Там где-то может скопиться пыль. Вот если мы рассматриваем печки у слада, то здесь съемная каменка. Это заменяемый элемент. Прошло 10-15 лет. Вы можете поменять каменку. А чтобы добраться до этой каменки, нужно печку разобрать. Вот чтобы весь этот кирпич не разламывать, мы здесь просто снимаем верхнюю плиту. И за 15 минут разбираем печку. И добираемся до самой... Разбираем каменку. И добираемся уже до самой печи. Обслуживание очень простое. И кирпичные облицовки у нас будут также очень легко собираться, чтобы человек, даже не умея, зашел к себе в баню, достал эту облицовку из упаковки и за полчаса ее собрал. Без какого-либо каменщика, без раствора, без подтирания потом швов этого раствора. Просто взял, за полчаса собрал и пошел уже париться. Печка с каменной облицовкой это совсем другое. Это не как печка в сетке или в металлическом каком-то кожухе, который преграждает вот это инфракрасное излучение. Печка в камне... Вот все-таки идеал печи это кирпичная печь, которую топят достаточно долго, которая долго потом держит тепло. И вот это ощущение от кирпичной печи, когда ты в баню заходишь и чувствуешь мягкое тепло, от этой вот кирпичной печи, которая нагрелась, но она тебя не обжигает, а идет такое мягкое тепло. Вот эта вот каменная облицовка, либо кирпичная облицовка у печи, она делает такой же эффект, а ощущения такие же. Конечно, она остынет быстрее, чем здоровая массивная печь из кирпича, но тепла вот от этой вот печи, от этой облицовки, от этого массива, которым будет являться сама печка, закладка внутри печи и сама облицовка, даже если вы забыли подкинуть туда дрова, еще раз протопить печку, облицовка настолько нагрета, что уходя из бани и открыв конвекцию, она будет засасывать воздух в себя и выдавать его обратно в парное помещение, просушивать, просушивать само парное помещение. У вас баня будет просыхать, а соответственно баня будет дольше служить. Поэтому я и люблю каменные облицовки, поэтому я и ставлю в Ефремовскую баню печку в каменной облицовке, чтобы человек мог хорошо просушить свое парное помещение, чтобы оно у него не запрело, даже если он торопится домой, попарился и быстро побежал, а живет где-нибудь в квартире, а баня стоит на дачном участке, печка поможет просушить ему парное помещение. Так же и здесь, во-первых, красота, во-вторых, конверсия и режимы, которые нам нужны, в-третьих, более легкий уход за баней. Печка, а точнее облицовка, высушит вашу баню. Так что, ребят, я думаю, что обзор я вам показал, как выглядят облицовки, вы тоже посмотрели. Ставим палец вверх, на канал подписываемся. И всем пока!